В эфире новости губернии, в студии Алена Власова. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах. Первый в истории на Самар-арене прошел тестовый матч «Игра крыльев» и «Воронежского факела». Первые впечатления от стадиона и эмоции в ожидании чемпионата мира покажем. Вид из окна не хуже, чем в Альпах и в Волгоградский газон для сборной Швейцарии. В Тольятти вице-премьер России Виталий Мутко посетил будущую тренировочную базу и гостиницу, где разместятся иностранные футболисты. Обеспечить жильем вдов ветеранов, отремонтировать арку Победы, ускорить восстановление самолета Ил-2. Глава региона дал ряд поручений на священии по подготовке к празднованию 9 мая. Подробности в вечернем выпуске. Первый блин некомом на Самар-Арене сегодня прошла первая в истории стадиона «Игра крыльев». Саэтов сошлись с «Воронежским факелом». Со счетом 2-1 выиграли хозяева поля. Напомню, это был так называемый тест ТВ-матч. Он должен был показать, как Самар-Арена, различные службы и волонтеры готовы к проведению главного футбольного события 2018 года. Первые впечатления болельщиков и почетных гостей матча в материале наших корреспондентов. Внезапно налетевшей тучей следом сильный дождь. Не стали помехой для любителей настоящего футбола. Тысячи жителей и гостей региона за несколько часов до начала самого долгожданного матча начали прибывать на стадион Самара-Арена. Замечательно добрались. Мы, правда, своим транспортом городским до Барбоши на поляну, а там уже на автобусе, который конкретно сюда, так что без дождя, проблем. Как у вас настроение? Праздничное настроение. Встретили, волонтеры направили место расположения входов, проверку сделали, культурные люди. Все, никаких проблем. Иду в свой сектор А. Лишь бы крылья выиграли. Если крылья выйдут в высшую лигу, то буду ходить каждый день, куплю абонемент. Глуби стадиона снаружи очень впечатляет. Первое впечатление хорошее. Настроение отличное. Ждем первой игры, первой победы на новом стадионе. Будем готовить к чемпионату мира, к выходу в премьер-лигу. Победа, только победа. Надеюсь, ну, с отсчетом хотя бы 2-0. От стадиона, ну, это просто космическая, просто, это просто фантастика. Гениально придумано. Проект просто сумасшедший, как они его создали. Я просто до сих пор в шоке. Я очень рад, что я дожил до этого момента. На пути к своему месту на трибуне болельщики с интересом разглядывают стадион. А здесь яркая и насыщенная развлекательная программа. Все готово, все службы в работе, раздевалка в ожидании игроков. На самом стадионе кипят овации. До начала первого тестового матча в истории стадиона Самара-Арена считанные секунды. И вот уже символический удар мяча ветеранов крыльев советов. Еще секундой звучит свисток судьи. Матч начался. Трибуны. На них собралось более 10 тысяч болельщиков за ревели. Игра напряженная. С самого начала матча у Волжана она не задалась. Крылья советов пропускают первый гол. Этот же гол стал первым в новой истории стадиона. Но болельщики Крыльев, несмотря на первый пропущенный мяч, продолжают болеть за родную команду. Видно, что футбол в Самаре не умер. Что здесь есть традиции, здесь есть умение болеть. Здесь есть душа у футбола. Самая главная основа – это болельщики. Вот они здесь есть. Я горд, что регион получил такой замечательный стадион. Стадион особенный после Лужников. И, наверное, и по объему, и по количеству металла, по технологическим всяким новинкам, которые здесь. Это второй стадион будет в стране. Второй газон по качеству после Лужников. Потому что качество газона просто великолепное. Это отмечают и игроки, и тренеры. Стадион Самара-Арена, несмотря на все опасения, вошел в число лучших спортобъектов чемпионата мира в стране. Второе место после главного стадиона столичных Лужников. Атмосфера неповторимая, эмоции зашкаливают. Казалось бы, такого футбола Самара не видела уже давно. Как отметил глава региона, это только начало подготовки к большому событию – мировому футбольному первенству. Все довольны, все рады. Потому что это, знаете, мечта для нашей страны. А для Самарской области эта мечта, казалось бы, несбыточная. Что мы примем матчи чемпионата мира по футболу. И сегодня она становится реальностью. Сегодня мы сделаем очень серьезный шаг для того, чтобы это все состоялось. Да, у нас еще здесь много работы, и мы это сделаем. Мы примем гостей, мы устроим настоящий праздник. Чтобы все, кто приедет в наш регион, из разных стран, с разных континентов, поняли, что Россия – это страна гостеприимная. Еще немного времени и крылья сравнивают счет. 1-1. Стадион буквально взорвался от эмоций. Ошибка соперников и штрафной удар. Ворота факела удалось поразить во второй раз. Нескончаемый накал страстей, но крыльям удалось сохранить счет до конца игры. Завершился футбольный праздник салютом. Теперь работе всех служб необходимо поставить оценку. В этом вопросе будут опираться на мнение людей. Уже открытой работает горячая линия. По телефону каждый болельщик, который побывал на Самар-арене, может оставить свои предложения и пожелания. Следующий тестовый матч на Самар-арене пройдет уже в следующее воскресенье. 6 мая крылья Советов примут Краснодарскую Кубань. Тогда ожидается наплыв 45 тысяч болельщиков. Для главного спортобъекта Самары это будет главное испытание. Волгоградский газон для сборной Швейцарии и вид из окна не хуже, чем в Альпах. В Тольятти вице-премьер России Виталий Мутко посетил тренировочную базу и гостиницу, где разместятся иностранные футболисты. На боме швейцарская команда выбрала стадион «Торпеда» и один из отелей «Автограда». Подробности далее. Ожидается, что сборная Швейцарии прибудет в Тольятти 11 июня. Это значит, что есть чуть более месяца, чтобы закончить подготовку тренировочной базы «Торпеда». Как видите, работы здесь не прекращаются даже в дождь. В сроки уложатся, доложили Виталию Мутко. Капитальный ремонт стадиона «Торпеда» – это реновация как внутреннего содержания, холл, различные помещения, так и внешнего. Практически все трибуны уже готовы к приему болельщиков, которые захотят посетить открытые тренировки швейцарской команды. На данный момент по работам что у нас входит? У нас входят фасадные части, в саму чашу стадиона трибунные помещения. Это общестроительная работа. У нас одно крыло – это раздевалки, душевые, тренажерный зал, в том числе по желанию швейцарской команды, которая не входит в требования, тоже ушли, тоже включили. Второе крыло у нас симметричное и по работам, и по расположению помещений, как резервное. Значит, ремонт всех помещений, самого блока, раздевалки и все, что связано с медиа, с публикой сделали, благоустройство и покраска, и газон. Так я понял? Да. Газон на поле тоже постелят новый, натуральный, выращенный в Волгограде. Его укладку начнут в ближайшее время. Впрочем, были и пожелания на перспективу, которые можно реализовать и после чемпионата мира. Одну из трибун еще сделать под навесом, когда уже самые бредные болельщики приходят, и в плохую погоду, чтобы могли быть нормальные. Современные, конечно. Да, хорошо. В комплексе функционирует ледовая площадка, пригодится она футболистам или нет, пока неизвестно. А сейчас здесь тренируются воспитанники спортивной школы «Волгарь». А жить иностранные футболисты будут в гостиничном комплексе «Лада Резорт». Он всего в 10 минутах езды от тренировочной базы. Номера двухкомнатные по 44 квадратных метра. Вид из окна не хуже, чем в швейцарских Альпах. То есть вот это вся ваша территория, да? Да, это вся наша территория. Вот далеко оттуда. А это что там, это вот эти два здания? Два здания. Это номера, там 28 номеров, которые мы сейчас заканчиваем, чтобы переселить туда наших постоянных гостей. Спортсменов, а также их гостей ждет особое меню, тренажерный зал и великолепные виды «Волги». «Лада Резорт» готова к приему национальной сборной Швейцарии на 100%. Анна Ивахина, Александр Каракулько. Новости губернии. Тольятти. Они собирают современные автомобили, пекут вкуснейший хлеб, производят качественные удобрения. В преддверии праздника весны и труда в Тольятти чувствовали лучших сотрудников городских предприятий. А тех, кто пишет историю Автограда и ведет его в лучшее будущее, Георгий Федоров. Василий Малыхин без ложной скромности вправе называть себя легендой автоваза и строителем Тольятти. На завод он пришел в 1968 году, когда предприятие еще только создавалось. Именно Василий Михайлович и его коллеги собрали первую копейку – ВАЗ-2101. В Дворце культуры Тольятти чествовали как ветеранов предприятий, так и действующие. Сотрудников – водителей, сварщиков, аппаратчиков, инженеров, социальных работников. В преддверии первого мая настоящих профессионалов своего дела поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Стало доброй традицией в преддверии первого мая собираться вместе и отмечать людей, которые своим трудом, талантом, энергией заслужили самых высоких званий. Сегодня в городе открываются новые производства, создаются новые рабочие места, создается новая экономика, экономика будущего, будущего не только Тольятти, но и всей страны. И Тольятти здесь сегодня на самых передовых рубежах. Внедрение новых технологий, создание новых производств. Почетным знаком трудовой славы отмечен Юрий Звоненко. Вот уже 34 года он помогает тольяттинцам добираться на работу и домой работает водителем муниципального автобуса. Благодаря руководству города и области происходит изменение подвижного состава. Сейчас поступают новые автобусы. Ну а мы, в свою очередь, будем еще лучше работать на благо жителей города и области. Наградами были отмечены и сотрудники автоваза, Тольятти Азота, комбинатов Росинка и Тольятти Хлеб, завода ЖБИ и ряда других предприятий. Бурными овациями зал приветствовал героев социалистического труда. Мы гордимся и преклоняем голову буквально перед вашими подвигами, вашими успехами, вашими победами. Дай бог бы нам, хоть малые толики, бы соответствовать той высочайшей планке, которые были заданы героями. А музыкальным подарком для тольяттинцев стало выступление группы «Синяя птица». Георгий Федоров, Александр Каракулько, новости губернии. Мир, труд, май. В Самаре день весны и труда отметят праздничным шествием. По традиции события объединят представители различных отраслей и профессий, жителей и гостей областного центра. Формирование многотысячной колонны начнется в 9 утра. Представители трудовых коллективов проследуют от улицы Ленинградской по Молодогвардейской до Студеннического переулка. Главной точкой маршрута станет площадь Куйбышева. Там уже после окончания шествия участников ждет программа «Танцующие автомобили», в которой полсотни моделей автоваза от новинок до машин, ставших историей, будут кружиться под зажигательную музыку. Представление покажут впервые. Кроме того, свое мастерство продемонстрируют лучшие каскадеры страны. А завершится программа еще одним парадным шествием, только автомобилей. Также участникам праздника предлагают воспользоваться мобильным приложением «Точка роста». Для этого нужно зарегистрироваться и зачекиниться на интерактивной карте с указанием промо-кода академической группы ВУЗа или СУЗа. Баллы за чек-ин будут учтены при формировании рейтинга участия групп в мероприятии. Наблюдать за действием зрители смогут с комфортом. Для них на площади Кубиша установят трибуны. Вход свободный. А вот движение машин будет ограничено с 6 утра 30 апреля до 10 часов вечера 1 мая. Стоянка автотранспорта тоже будет запрещена. С 18.00 29 апреля до 22.00 1 мая. Городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Жители Самарской области ждут долгие выходные. Многие отправятся отдыхать на природу. Служба лесной охраны напоминает, в регионе установлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, бросать горячие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем. Кроме этого лесники призывают не засорять лес бытовыми, строителями и другими отходами. За нарушение правил пожарной безопасности грозят крупные штрафы. Если вдруг вы стали свидетелем возгорания, сообщить о нем можно по телефону диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области, которая работает круглосуточно. Вдовы участников Великой Отечественной войны, проживающие в Самарской области, должны получить жилье до конца этого года. Это одно из поручений Дмитрия Азарова, которое он дал сегодня на совещании по подготовке к празднованию в регионе Дня Победы. Оно проходило в режиме видеоконференции. Участвовали главы всех городов и районов области. Обо всем по порядку. Георгий Федоров. Сегодня в Самарской области статус ветеранов Великой Отечественной войны имеют 31 695 человек. Непосредственных участников сражений осталось меньше двух тысяч. Но сегодня к ветеранам приравнены труженики тыла, солдатские вдовы, узники концлагерей и многие другие жители, перенесшие тяготы четырехлетней схватки с фашизмом. С каждым годом их все меньше. Дмитрий Азаров начал совещание с минуты молчания. Не стала Ниной Алексеевны Крутовской, председателя добровольного общества воинов-дальневосточников. Еще накануне она планировала лично принять участие в совещании. Но жизнь продолжается, и тысячи ветеранов ждут, пожалуй, главного в своей жизни праздника. О работах, проведенных на своих территориях, по видеосвязи отчитались руководители городов и районов. Подготовка идет по плану, серьезных нареканий нет. Дмитрий Азаров обратил внимание глав на необходимость крайне внимательно относиться к любым проблемам и просьбам ветеранов. Все обращения ветеранов, которые поступают в течение всего года, на самом деле, требуют самого внимательного отношения. Я поручаю всем главам муниципальных образований проревизировать обращения, которые поступили от ветеранов войны. И до 9 мая определить, какие поручения остались невыполнены. Мы с вами вместе, коллеги, должны к ним вернуться. Это должен быть отдельный реестр. И в ходе моих посещений муниципалитетов, и в ходе ваших докладов здесь, в Самаре, этот вопрос должен стать как первоочередной в отработке. Одна из до сих пор нерешенных проблем – обеспечение ветеранов жильем. Теперь в очереди на улучшение условий стоят вдовы участников войны. И на сегодня, в общем, докладываю, что инвалидов и участников Великой Отечественной войны в очереди не состоит. Их у нас осталось 1927 человек. 23 всего сейчас в очереди. С учетом средств, выделенных из федерального бюджета в этом году, 5 ветеранов получат жилье. Я считаю, что мы этот вопрос должны закрыть. У нас и муниципалитеты имеют возможность, в том числе договориться и с застройщиками, решить этот вопрос. Там, где нет такой возможности, в небольших муниципальных образованиях, значит, мы с вами должны изыскать эти средства. Глава региона обратил внимание на необходимость развивать в губернии поисковое движение. В этом году оно отмечает свое 30-летие. За это время на полях сражений российскими добровольцами найдены десятки тысяч пропавших без вести солдат. Многим возвращены имена. Только на этой неделе установлены личности 53-х воинов Самарской области, погребенных в Австрии. Дмитрий Азаров поручил провести работу по поиску родственников павших героев. «Связи с поиском за границей, в частности, Польша и Германия у нас налажены, поэтому Австрия недалеко, мы связи там есть, поэтому сейчас активно начнем этот вопрос задействовать, прорабатывать. Это не просто подъем останков, это увековечивание памяти, потому что, как бы банально это не звучало, это нужно не мертвым, это нужно живым». Подняли и другие важные для ветеранов и патриотов вопросы. Так герой Советского Союза Владимир Чудайкин попросил обновить арку Победы на проспекте юных пионеров. «Очень хочется, чтобы к 9 мая провести косметический ремонт. Некоторые буквы отпали, краска уже распалась, растворилась. Некоторые плитки, трещины на монументах есть, постаменты там немножко поправить. Просто косметический ремонт надо, Дмитрий Горьевич, сделать». «Елена Владимировна Лапушкина сейчас у нас тоже на связи. Елена Владимировна, я вас попросил бы лично этот вопрос отконтролировать, и до 9 мая вопрос должен быть решен». Также Дмитрий Азаров поручил ускорить восстановление легендарного бомбардировщика Ил-2. Эту работу уже несколько лет ведет группа самарских энтузиастов. Глава региона предложил подключить к реставрации летающего танка предприятие авиакосмической отрасли. Поступило предложение отремонтировать улицу Победы, которой в следующем году исполнится 70 лет. Руководитель области выразил готовность помочь воплотить инициативу в жизнь. К решению задачи подключится администрация Самары. Будет решаться и проблема с заброшенными захоронениями ветеранов. Муниципалитетам поручено сформировать реестр памятников и могил, которые нуждаются в уходе. Георгий Федоров, Александр Дудко, Новости губернии. Работа с самого утра и до позднего вечера, а также постоянное самосовершенствование. Все ради качественной помощи пациентам. На конкурсе «Профессионал года» 2018 победу в одной из номинаций одержала Тольяттинская старшая медицинская сестра. Одну из городских больниц. Наша съемочная группа пообщалась с героиней и узнала, как проходит ее день. Свой день Ирина Курская начинает в 8 утра. После небольшой планерки до позднего вечера находится на работе. Под ее началом в эндрокринологическом отделении Тольяттинской городской клинической больницы номер один трудится 8 медицинских сестер. За год лечение здесь проходят около 800 пациентов. Работа трудная, но зато интересная и любимая, признается специалист. Я в 96-м году закончила медицинское училище Ковровское по специальности лечебное дело, но устроиться не смогла сразу фельдшером на работу. Поэтому прошла в тот же год специализацию операционной сестры и начала свою деятельность в качестве операционной сестры. 7 лет я проработала и через 7 лет здесь открывалось отделение эндокринологии. Мне предложили место старшей медсестры. Пациентов с сахарным диабетом не только лечат, но и проводят специальные профилактические процедуры, а также учат жить с этим непростым заболеванием. Заслуги Ирины Курской оценили на конкурсе «Профессионал года». Она стала победительницей в номинации «Лучшая медицинская сестра». Награду ей вручал глава региона Дмитрий Азаров. Это уже третий мой опыт участия в профессиональных конкурсах. Мне нравится вообще и сама организация, и вот это творческое отношение к работе и оформление всего этого материала. Было волнительно, переживательно, но в общем-то я счастлива. Именно такой самоотверженный труд жителей губернии активно способствует развитию региона, подчеркнул Дмитрий Азаров на торжественном собрании. Вы знаете, что задача повышения уровня благосостояния граждан поставлена в послании президента как одна из основных. И уже с 1 мая поступает действие требования законодательные, когда минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Этот вопрос на протяжении нескольких лет ставили профсоюзы в Российской Федерации. И решение это принято. Мы вместе с вами просто обязаны с этой задачей справиться, проконтролировать вместе с профсоюзными организациями исполнение трехсторонних соглашений, и чтобы это решение было воплощено в жизнь. Конкурс «Профессионал года» проводится в губернии уже шестой раз. Его главные цели – совершенствование профессионального мастерства и создание дополнительных стимулов к повышению квалификации. Дмитрий Лобанов, Анна Ивахина, Андрей Костомаха, Роман Апарин. Новости губернии. Скрестили перья в решающем поединке. Молодые самарские поэты. Сегодня в конференц-зале областной библиотеки состоялся финал 10-го межрегионального литературного турнира. Двадцатка лучших боролась за право выпуска собственной книги стихов. С творчеством финалистов познакомилась Светлана Стрибкова. Ты слышишь, чая, громкий смех и достаешь свои перчатки. У нас в Москве растаял снег, а твой корабль на Камчатке. У вас бура надежду рвет, он бередит, тревожит стужей. В нем голос мой тебя зовет. И ты звонишь. Тебе он нужен. Александра Марченко – студентка Московского государственного института культуры и искусств. Направление – литературное творчество. Любовь к чтению прививала ей мама. Писать сама Александра начала в старших классах. За плечами уже не один литературный конкурс. В Самару Александра приехала по итогам Всероссийского семинара молодых писателей. Сочинять девушке дается куда проще, чем выступать со своим творчеством перед аудиторией. Мне порой кажется, что я сделала какое-то преступление. Вот такое, да. Начинаю краснеть, ноги ватные. Ну, волнуюсь, конечно. Всегда причем. Мне кажется, не знаю, что-то такое сделать не страшно, чем читать свои стихи на сцене. На 10-й юбилейный турнир «Библиотека открывает талант» и собрали сильнейших победителей прошлых лет. Против них новички – финалисты этого года. Отборочные туры проходили на двух площадках – в Самаре и Москве. Мастер-классов, обычных для турниров прошлых лет, в этот раз не было. Уровень конкурсантов стал настолько высоким, объясняют организаторы, что учить уже и сами могут. Финал проходит по олимпийской системе. Читают на выбывание. Главный приз по этической дуэли – сертификат на издание собственной книги тиражом 300 экземпляров. Это обмен опытом, обмен мнением, обмен вот этой творческой энергией. Это всегда важно для того, чтобы не сидеть дома, не писать в стол, а действительно обмениваться мнением о том, что я пишу, послушать других. Для творческого человека это очень важно. Этот турнир – десятый и последний, но организаторы обещают, в следующем году обязательно удивят желающих посоревноваться в творчестве другим, совершенно новым форматом. Светлана Стрибкова, Сергей Костин, Новости губернии. В Тольятти снова зажглась волшебная рампа. Около 300 участников из Пензы, Вологда, Екатеринбурга, Астрахани, Москвы, Омска и Самары приехали в Автоград, чтобы показать свое театральное искусство и научиться чему-то новому друг у друга. За пять дней конкурса членам жюри предстоит оценить 28 разных спектаклей. На открытие фестиваля побывал наш корреспондент Дмитрий Лобанов. Я писатель, а долг писать мне ни одно доставление приятного занятия. Знакомые всем произведения Николая Гоголя в необычном исполнении театра «Шумим» города Омск. В одной постановке смешаны «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба», «Невский проспект», а также переписка русского классика с друзьями. По словам режиссера постановки «Игра в го» Анны Козловской, времени на подготовку сцены в Тольятти было мало, так как приехали на фестиваль совсем недавно. Мне кажется, это такое широкое полотно, которое может хорошо прозвучать на большой сцене. Я хочу, чтобы этот спектакль увидели и наши друзья, коллективы из других городов, потому что мы уже коллективу нашему 20 лет, и мы за это время ездим на фестивали, и вот это наша новая работа. На пятом всероссийском конкурсе фестивалей детских и молодежных театральных коллективов «Волшебная рампа-2018» около 300 детей со всей России показывают свои театральные представления. За пять дней работы конкурса членам жюри предстоит оценить 28 спектаклей. «Театр – это такое мероприятие, которое очень сильно обедняет людей, особенно фестивали, обмен опытом, накопление каких-то опытов из-за мастер-классов, которые здесь проходят. И это очень круто всегда, и они между собой знакомятся, спорят, ребята, у них бывают радостные моменты, бывает, расстраиваются, слезы. Это тоже очень здорово, потому что появляется некий опыт, они знают, к чему дальше стремиться». В рамках конкурса «Волшебная рампа» во Дворце культуры и юношеского творчества впервые проходит еще один фестиваль. Только среди лиц с ограниченными возможностями здоровья – красно-белый кот. Для этих детей создают особые условия для выступления вместо большой сцены – камерная. Но даже в небольшом помещении можно рассказывать целые истории, уверены организаторы. «Что и так? Что же это у нас? Сюда? И то, что? Извини, что так просто и сразу». «Удивительно в том плане, что он показывает творчество детей на профессиональном уровне. И педагоги профессионально ведут это. И я думаю, что у конкурса большое будущее, потому что, к сожалению, конкурс в такого уровня в городе один, он как бы меж центрами образовательными. И этот конкурс дает возможность показать людям с ОВЗ себя уже более профессионально и более качественно. Я надеюсь, что у конкурса большое будущее». Финальные спектакли пройдут 30 апреля. В этот же день объявят победителей. Генеральный партнер мероприятия – телерадиокомпания «Губерния». Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниаттв.ру. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена магазинами «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова